Девушки отдыхают Девушки отдыхают Народ сейчас наш в лесу На месте подъема и обнаружения останков Передали уже из леса, что Серега Дорошкин нашел бойца Замечательно Мы к ним присоединимся после того, как приедем в лагерь Пивнем чайку Немножко перекусим И двинем в лес С внуками солдата Останавливайтесь Мы метрах в пяти сзади вас Вылезаем А Сашка начинает снимать И Андрей начинает снимать Соответственно Мы в две камеры снимем События Дим, доворачивай на тот угол Наоборот, он будет Как другой Здравствуйте, Девушки отдыхают Назад Здравствуйте, Девушки отдыхают Валерий Иванович Иван Иванович Ну что, садимся В ауди Ну вот, поснимаем немножко Довольство у нас от самого начала И дальше будет все сниматься Сейчас смонтируем Пассажем Ну что, готовы? Постояли, поговорили Давно сами Ну давай Давай Мауди На заднее сидение Я вперед сяду В оба правнуки Я правнук, а Валера внук Я внук Понятно Я слышу, голоса-то молодые Мы между собой рассуждали Так Вроде голоса молодые Один правнук, другой внук Может быть мы ослышались Понятно теперь Понятно Четыре брата У каждого свои ветви пошли Да, там пошли Своё ветвое Да Ну что Вы готовы в лес? Конечно Готовы Сапоги есть? Есть одежда Отлично Значит Сейчас приедем Чайку попьем Немножко пушнем Народ сейчас Еще одного бойца Нашел на том месте Сейчас поднимают Вот Придем прям там Там Здесь Один из наших народов Один из наших народов Один из наших народов Придем Тек Один вдвоем Так Дружку Дружку Мы говорим Что они На отделении Как правило В каких случаях Вроде Вместе Правильно Получается Что До момента погребения Нужно Анализ ДНК Делать Но вот Эта чепетильность Ну как Совсем Водно Отбежали 7-6 лет Друг на одну Отбежали Нам так Кажется Остальное Дело За вами Галина Викторовна Сказала Не вопрос Да Да Уже Поговорили Упокоить Тем более Там по письму Там Земляков Четверо было А про их Вообще Ничего не скажешь Ну не факт Что они В этом поле 200 Ну да Не факт Что они Все могло быть Да Вперед Или Осуществлялся Какое-то Десантирование Что это было Не совсем понятно Значит Это было Что за операция В рамках Общего Январского Наступления 42 Да Волховского Фронта Северо-западного Фронта 42 Года Даже не вспомогать На Скажем так Обеспечивающий Удар Я бы даже Назвал Это знаете Как В связи С малочисленностью Личного состава И обеспеченностью Боеприпасами И вооружением Обозначающий Обозначающий Действие Удар Вот представьте В батальоне Должно быть Как минимум 400 450 человек А в нем Их 120 В полку Должно быть 3 3200 А в полку 1000 Из них Кто-то в тылу Штабисты Плюсы То есть В боевом составе Остается Совсем Немного людей И Когда Вы видите Там Журнале Боевых действий В оперативных Сводках В третьем Силковом батальоне 49 человек А должно быть 400 450 То есть Когда им Этому Чистому составу Дается приказ На Наступление Они могут Только обозначить Его То есть Да Ура За родину В атаку И так далее И так далее Немцы Начинают Ожесточенный Минометный Обстрел Прежде всего Они Натягивали Перед своей Обороной Как минимум Хотя бы Один Если успевали Хотя бы Один ряд Проволоки Ключей Хотя бы Но как правило Они успевали В два кола Что значит В два кола Два ряда Два ряда Проволок Установить И Наспиговать Противопехотным Минами Если не успевали Поставить Противопехотки Там мы Ни одной Не нашли Но это Возможно Плод Деятельности Послевоенного Разминирования Так вот Если они Не успевали Противопехотки Поставить Тогда они Просто Накидывали Запас Мин Минометчикам Своим Которые В ближнем Тулу Были За Немецкими Зотами И засыпали Наших минами Если бы вы Видели Сколько Целых Мин В месте Гибели Находится А сколько Хвостов То есть Разорвавшихся Мин От которых Остаются Стабилизаторы С трубками Если бы вы Видели Сколько Их Там А лес Самый Самый Обычный Самый Такой Я бы сказал Незрачный Что ли Ну то есть Пройдешь Мимо этого Места И не заметишь Когда начинаешь С металлоискателем Ходить Очень Подробно Конкретно Плотно По месту В каждом Заколке Бывает На квадрате Там Три на три Метра Ну что это Девять квадратных метров Можно и пять И шесть Эти хвостов Плотность Там Выжить Было Невозможно Даже Если Они Живые Подползли В проволоку Или подбежали Залегли Сверху Минами Закидали И от осколков Люди Погибают Даже Если Подчеркиваю Ни под пулеметы Не попали Ни под Противопехотные Мины Вот Такая Беда О том Что Все это Сделано Специально Будет Со стороны Ну Скажем Предпринимателей Или Органов власти Высмин И Представлен Как Выдумщик В том плане Что Он Скажет Да Специально Нарезали Линию Разработки Карьера Траекторию Разработки Карьера По Нейтральной Полосе И по Двум Передовым Полосам Обоих Противников Где Наиболее Массовые Потери Следовательно Наиболее Массовое Возможное Погребение Погибших Высмеют Этого Человека Но Как бы Кто Не высмеивал Не поднимал Там Насмехи Не говорил Что это Чепуха А факт Остается Фактом Они Срыли Именно Нейтральную Полосу Именно Передовые Позиции Обеих Обоих Противников С обеих Сторон И в результате Вы не представляете Какое количество Пратских Могил Ушло В самосвалах Строитель На дороге На дома На бетонные Заводы Скажите Сколько лет Разрабатывалось С 61 Глуб С 61 Глуб Да Вот Первый Дот Смотрите Справа Вон Слева Второй Можем Приостановить Сидим У него Есть Обозначение Он Сел Да Это Он Присел Вот Вход Справа Дот Который Вы Увидите В лесу Точно Такой Же Ну Почти Такой Же Такие Же Блоки Такой Же Вход Такие Же Амбразур Я думаю Можно Поехать Дальше Дим В лесу Можно Подробно Рассмотреть Залезть внутрь Да Залезть внутрь Поглядеть Там уже Непонятно Почему Количество Медальонов Всегда Меньше Медальоны Были Обязатель К Ношению И Были Поставлены На Снабжение РКК Очень давно Еще В 20-х Годы Значит У Андрея Федоровича Было Два Медальона Один Образца 1925 Года Мы Их Называем Ладанками Кладом Они отношения Никакого Не имеют Но для краткости Мы их так называем Это раскладывающаяся Металлическая Вот такая Коробочка Зачелкивающаяся С петелькой Вот для раскрывания Как дверная петелька Сверху Колечко Для ношения На шее Веревочку Шнурок Для ношения У себя Бланки В них Не сохраняются Практически Никогда Редчайшие Случаи По России Чтобы Бланки В Медальонах Образца 25 Года Вдруг Сохранились Тем более Еще и были Прочитаны Редчайшие Случаи А Эбонитовы Медальоны Были приняты На снабжение Красной Армии С 41 Года Вышел Приказ 15 марта 41 года Номер 138 В порядке Погребения Погибшего Личного состава Военнослужащих Красной Армии В нем Было указано Что Данные воины Заполняются На вкладыш Он двойной Принцип был Простой У немцев Значит Вот такой жетон Овального типа Он рассечен Частичной Насечкой Пополам Сверху Снизу Одинаковые Цифровые Данные Шифрующие Принадлежность К полку Батальону И роте И личный Номер Каждого То есть Тем самым Они скрывали Персональные Данные И Ну Скажем так Разведки Противника То есть Любого противника В том числе И нам Не удавалось Узнать Кто же Так сказать И соответственно Использовать Именные данные Там В дальнейших Каких-то действиях Их половинка Переламывалась Вернее Их жетон Переламывался Немцами же Половинка Оставалась У погибшего И шла В могилу А половинка Забиралась Уходила в Берлин У нас был принцип Использования Бумажных Вкладышей В этих Капсулах В данном случае Бонитовых Или в этих Ладно Значит Половинка А длинная Она получалась Вот такая Вот Длинная А в них Записывались Одинаковые данные На обеих Половинах Половина Должна была Оторваться Или отрезаться Любая из них Засовывалась Обратно Скручивалась В трубочку Засовывалась Обратно В капсулу И Клалась Должна Была Класса В карман На грудной Или На каждом Галифе Есть И был Специальный Карманчик Для медальонов Или в этот Карманчик Или в любое Другое место При бойце Но это В идеальном Случае Значит Как правило Бланков Типографским Способом Отпечатанных Не хватало Имеется Ввиду Сами Бланки Пустые Для заполнения Их не хватало Поэтому Уже в ротах Их разрывали Пополам И соответственно Один бланк Приворчался В два Раздавали Бойцам Капсулу Можно было Изготовить Из гильзы Что очень часто Бойцы наши Делали Или из любой Другой трубочки Заглушив Их с двух сторон Очень часто Гильзы Заглушались Карандашами Обратной стороной То есть Грифель Внутрь По всякому Этим Чопиком Как говорят Карандашом Чем угодно Главное Заглушить Частенько Наши брали К себе В карман Немецкую гильзу Чтобы она Отличалась От наших Патронов Чтобы Похоронщики Не пропустили Тем более Если знали Что Стандартных Медальонов Ибонитовых Если нет На снабжении В роте Поделали себе Гильзы Но вот Она должна Отличаться Когда будут Вранить С тем Чтобы Ее изъяли И соответственно Опознали человека И записали его данные Донесения Потерях Ну С последующими Событиями Там Отправка извещения Назначение пенсии И прочее Так вот У Андрея Федоровича Был один Бланк Точнее Есть Один бланк Не двойной Хорошо читаемый Стандартный Типографии Напечатанные Графы А его рукой Письмо же у вас есть? Я думаю Вы руку знаете Его рукой Он Скорее всего Его рукой Хотя Бывало Знаете как? Бывало что Старшина Или Помком взвода Или каптенармус Заполняли Одинаковым Почерком Бланки Медальонов Особенно если Прибыли солдаты Малограмотные Ну и тем более Скажем Людям со Средней Азии Это все делалось Уже Одной и той же рукой И Берешь разные Бланки Бывало мне попадалось В Карелии Когда работали Попадались Совершенно Одинаковым Почерком Исписанный Медальон Сначала не понял В чем дело А потом Доперли Вот такие дела Поэтому То что было Обязательным На снабжении Не всегда Было на складах Поэтому Медальонов Всегда было Меньше Чем солдат Если был Хороший Нормальный Командир Бывалый Опытный Вот он И заставлял Солдат В гильзах Делать Капсулы Человек Которому Было Не все равно Что будет Дальше С его бойцами И тем более С их Семьями Наши женки Ждут Нас Люди Можно Вперед Прыкать Ну вот С прибытием Проходите Проходите Здравствуйте Здравствуйте Проходите Очень приятно Вас видеть Спасибо И нам Тоже Проходите Проходите Сюда Сюда Мужики Сюда Это Вы Молодцы Что у Вас Так получилось Я тоже Указался Дальше Дальше Проходите Сейчас попьем чаю Вкуснем И пойдем В лес Присаживайтесь Иван Валерий Проходите Перешагивайте Перешагивайте Вы давно здесь в лагере нет? Я здесь 15 апреля А само место лагеря здесь для нас впервые Мы три года стояли на том борту карьера Там болото гладкое так называемое Это его топографическое название Там мы 157 человек поднялись за 9 лет Ни одного медальона Да Бойцы Формирования этой дивизии 43-го года Когда уже красноармейские книжки были Я как раз про это и спрашиваю Но Но Валерий Тут нюанс в том Что Очень часто это предъявляют Советской власти и Красной Армии Как Пагубное Жестокое решение Воюющая страна В которой каждая копейка на счету Когда за год За год С 7 октября 41-го Поголовно Во все 10 миллионы Красной Армии Ввели красноармейские книжки С фотографиями Фамилии и имя отчества Код рождения Уроженства Звание Военкомат Размер шапки Обуви Шинели Номера винтовок И прочее 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 Когда весь Возможный Перечень Данных воина И сопутствующих ему Вещей и предметов Был вписан И там же была еще фотография И там же была еще печать Части С подписью И разборчивой Фамилией Командира То это стало Официальным документом Которым снабдили Все 10 с лишним миллионов Бланк медальона Официальным документом Не является Понимаете И когда поступили Сообщения О поголовном Снабжении Посчитали деньги И банит Надо делать Огромное Количество бумаги И краски Тратить на вот это все А еще логистика Это все Доставить надо Войска Посчитали Что Красноармейской Книжки Будет достаточно Потому что Деньги Хотя и печатали Но Как вы понимаете Всем доставались Они сложно В том числе И государству Поэтому и сняли Со снабжения Оставив книжки Это было ошибкой Да Но это нельзя Назвать жестокостью Понимаете Ошибкой В каком плане У немцев Сохранились На весь период войны Изольтбухе Солдатские книжки И медальоны Наши потом Эту ошибку Восполнили Когда после войны Ввели Жетоны Уже В советская армия Но вспомните Когда это произошло В 70-х годах В 70-х Да В 70-х То есть Ну Все на ошибках Учится Вот Наши учились Так Плохо Это или хорошо Конечно Плохо Сейчас мы Понимаем Что Два источника Опознавания Было бы лучше Чем один Ну вот Как есть Так есть Медальон Максимум Дня Сегодня Находит Медальон Ну Это событие Событие Вот Завтра Скорее всего Я не думаю Что мы Сегодня Успеем Но скорее всего Завтра утром Мы его будем Разворачивать Мы тоже Не сразу Андрея Федоровича Медальон Развернули Андрей Петрович Бери камеру Сейчас я покажу Мужикам Медальон Деда Мы Квагенов Медальон Извлекаем Они мокрые Влажные Для того Чтобы они потом Ровненькие Кратенькие Значит Есть простой способ Из двух листов Белой бумаги Мне Типографской Положить И книгу Могу лет Уже используем Вот он Вот принести Фамилия Видите Немножечко Сверху Не очень разборчивая Но это Поначалу Не очень Потом Глаза Привыкнут Сначала Видяйкина Прочитали Уже В курсе Да Что он Родом Из Мордовской Сырки Да Есть 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 Салтонский Не очень Разборчиво Написано Нормально С почерком Сходится Я ожидал Вообще Что будет Такая бумажка Что вообще Еле-еле Завраться Шикарно Шикарно Считается Он Опытно Боится Второй же Медальон Опыт И второе Заполняли Очень часто Химическим Карандашом Или чернилами Которые Размывались А это Заполняется Это Обыкновенный Карандаш Он очень хорошо Сохраняется Вот здесь Химическим Написано Видите Что здесь Что-то Что-то Есть Оно Может быть Фотошопом С помощью Фотошопа Прочтено Может быть Потом При обработке Да Фотографируйте Игорь А может На стол Положите Можно На стол Там Удобнее Подходить Если что И дыма Не будет Я тут Дым Немножко Дым Назов Следующий Номер Нашей Программы И Шлищ И Вон Наложка Да Должен Стоять Вам Следующий Момент Все Что Вы Видите Слышите Все Что Вы От Любого Из Нас Почерпнете Здесь Нет Ни Единой Как Б Сказать В общем Ни Единого Момента Вранья Мы Никогда Никому Не Врем Поэтому Если В данном Случа Я говорю Что Вот Это Его Вещи Вот Уж Поверьте Нас И Любой Человек Это Его Ложка Рядом У бойца Была Точно Такая Точно Такая Только Более Коррадируем Мы Не Стали Ее Чистить Не Исключено Что Не Червинки Что Не Стали Чистить Читайте Ведякин Андреф И Внизу Не Смотрите В зеркало Оно Сохранилось Амальгама Есть Но Не Принято Поэтому Его Завели У нас Стеклянное Не Железе Стекло Стекло Обычное Стекло И оно Лежало По все Видимся В том же Кэши Сначала Серега Вытащил Потом Ладанку Листерва Делка Вообще Клевая Где-то Наверху Вот И Потом Оп Вот Она Это Называем Ладанка Она Вот В таком Состоянии Это След Щупа Тут 20 Года 25 Вот Так Вот Она Эти Петелька Вот Она Была Остатчик Еле Видим И Так Она Закрывалась И Закрупывалась Здесь Была Бумажка Как Вы Понимаете Вот Подгоревший Явно Подгоревший Коррозия Металла Вообще Эта Штука Не Сохраняется Металл Черный Это Черный Металл Никакая Нержавея Ничего Черный Металл Болочится Почву В любом Мокром Нахождении Не сохраняется Это Сохраняется Это Выдавали Или Издан Это Выдавали Скорее всего Он же 906 Следовательно Он Действительно Службу Где-то Когда-то Проходил Вероятно Когда И Был Финц Воевал Нет Не ходил Не Призывали Вот Значит Это От Действительно Службы Еще 21 Год В 21 Год Призывали Значит 6 21 27 28 Год Вот Вероятный Выбор Так Далее Это Капитак Очистили Немножко Чуть-чуть Почистили Вот Эти Различим Что Значит Почистили В перчатках Между пальцем Не Более Того Наша Коррозия Приводит К тому Что Изображения Стираются Ваше Уже Право Так сказать Потом Принять решение Что Как с ним Делать Можно Их Почистить Можно Папорос Убрать Он Позволил В том числе Возможно Сохраниться Этому Металлу Окисление Идет Дуже Когда Рядом Медь Окисление Вообще Всего Лежит Например В бумажнике Если Рядом Бумажки И монеты Вне Нахождение Монет Сгнивает Рядом С монетами Он был В валенках В валенках Находили Валенки Она распилена Почему распилена Потому что Когда Открутим Попытка Вытащить Отсюда Иголочками Сначала Пинцетом Важно Не Приложить Такое Веселье Которое Было Аж Мокрое 76 лет Лежавшее Неизвестно Какое Состояние Внутри Можно Порвать В таких Случаях Обливаясь Так сказать Сожалением И горючими Слезами Кстати Обращаю Ваши Отпоим Но Закрыто Пришлось Пилить Здесь И отсюда Тихонечко Палочкой Тупой Палочкой Тихонечко Тихонечко Выбивать Нельзя Бывали Случаи Когда Выбивали И Кислород Попадает Сюда Моментально Начинает Разгладать Бумагу Поэтому Нужно Как Можно Быстрее Либо В водичку Уже Вынутый Вкладыш Расправить И вот Между Двумя Листами Бумаги Реакция Останавливается И бумага Сохраняется Словало Так Что Люди На раскопе Открывают О Есть Дайте Идиоту Сколько Не буду Скрывать Много Уже 20 С лишним Лет Я Во всех Возможных Источника Капюшу Не вскрывая Этими Далее На раскопе Находятся Идиоты Которые Это Делают Так Вот За Три Часа Бумага Из Нормальной Свернутого Свернутой Трубочки Может Может Не всегда Это Делают Но Может Проститься Как Кислород Делают Свернутой Вот Когда Если Он Хватан Кислорода Ей Еще Удар Добавят Тут же Моментом Может Происходить То Что Потом Не Позволит Нормально Без Проблем Развернуть А Когда Вытащили Это Водички Чуть Чуть Капнули Увидели Стык Слоев Иголочкой Все Заснят Все Ходы Записаны Начинают В момент Находки Заканчиваем В данный Момент Поэтому Вы Все Увидите Так Способ Называется Пижонский Когда Иголочками Отделяется Окончание А потом Когда Видишь Что состояние Бумаги Нормально Пальцом И По Мере Развертывания Разматывания Мы Читаем Он Завернул Фамилии И имени И отчества Внутрь Самый Благоприятный Способ Почему Потому что Не сохраняются Внешние Слои Очень часто Вот Если Он Снаружи Знаете Сколько Мужиков Утрачено И Не Не Индифицировано Из-за Того Что Фамилия И имя Отчества Снаружи Снаружи Вот Этой Трубочкой Она Коррадируется Легче Всего Она Первый Кислород Принимает Вот Начинает Плыть Люди Начинают Иголочками Это Разворачивать Это Возможно Уже Кажется Превращается В клочки В результате Допустим Видно Даже Красноармеец Год Рождения Фамилия И имя Отчества Либо Обрывки Первой Буклы Или Последней Буклы Очень Много Людей Вот Так Не Идентифицировали А у него Все Правильно А Видяйкина Ага Очень Хорошо Алтайский О Еще Один Знаете Сколько Уже Дальше Побились Немножко С фамилией Буквы Все Видят Не могут Понять Как же Написано Сами Видели Что Первые Четыре Или Пять Букв Они Не Очень Явно Прописаны А Окончание С нажимом Побились Немножко С этим ОБД Мемориал Закидываем Данное Видяйкин Андреев И Нет А как Нет Кто Мог Подумать Что Писарь Военкомата Когда Печатал Донесение Солтунского Военкомата В 48 Году Буквы Наверное На машинке Она западала Не пропечатывал Пописал И Ну Его Подо Мемориал Он Видяйкин А она Ответила Что Нет Я Видяйкин Я Тогда Это Потом Стало Ясно Я Тогда Ви Андрея Федорович 1906 Алтайский Хлоп И она Выдает Система Видяйкин Открываю И самое главное Что у нас было Пробегая по строке Дойти до жены Женушку Читали Степанина Вам Степанина Ваше уже право И ваше действие Как Что С вещами Сделать Смотрите Что Обычно Делаем Обычно Оформляется Планшет Что такое Планшет Это Что-то Вроде Вот Как Портреты В рамках Делают Там Может быть Портрет Овина Рамочка Обычно Ватовая Покрыта Внутри Бархатная Поверхность На нее Бланк Медальона Защищенный Тут Надо Принять Решение Либо Вряд ли Ламинировать Обычно Не ламинируют Укрепляется Бланк Медальона Какие-то Личные вещи Что-то Что-то Можно Точно Капсулу Можно Может быть Даже Ложку В этом же Состоянии Можно ее Попробовать Немножко Отмочить И Чтобы Ржавь Сошла У нас Нейтрализатор Ржавчины Есть Кончик Попробуем Как она Отреагирует Если Либит Согласен Соответственно Монету Туда Можно Зеркало Обратной Стороной Соответственно Подпись И Подстекло Вот Это И Передается Очень Часто В таком Виде Передается Это Можно И Книга Сделать С тем Чтобы Это Было Закрывающее Либо Просто Как Портрет Делают Обычные Фотографии Туда Бывают Можно Вот Таким Разом Под Портрет Вид Это Сделать И Соответственно Там Жи Биографические Данные Привести Чтобы Это Было Единым Маленьким Монументом Большой Лук Поставьте Это Будет Маленьким Держите Теперь Ваш Фотографию Вчера Напислали Справный Мужик Такой Долго Не могли Прочесть Как У него Где Книжка Как же У него Звонит На Красноармейца Не Похоже Потом Виндзилан До Библиотека Быть У него Мог В состоянии Вот так Вот Вроде Нет Оно Длинное Биф Читалось Соро Вот Он Высох И Все Стало Несно Это Где Библиотека Библиотека Была Только Политоотделе Дивизии Это Означает Мы же Пока Не знаем Военные Годы Мы знаем Что Письмо Было 28 Января 42 А 8 Февраля Спустя 10 Января Так Мы Знаем А Что Было С момента Призыва Июль В 28 Января Не Ключ То Надо Посмотреть В документах Коль Сохранились Довольно Тщательно Изучить Наличие Документов По личному Суставу Ключая Политоотдел Двизии Понять Где он Мог Быть Сохранность Документов Может быть Неполной Частичной Особенно По 41 Году Поэтому Шансов На то Что Прям 100% Вероятность Что 100% Мы узнаем Немного Двизия Четвертая Двизия У меня В Компе Есть Список Официальный Ее Алфавитный Список За все Годы Войны Так вот Не Андрей Федорович Ни Строганова Ни Любезнина Их там Нет Я проверил Еще Одного Человека Его Там Нет Что Это Означает Это Означает Неполную Сохранность Документов Соответственно Составление Этого Алфавитного Списка По тем Документам Которые То Что После Войны Что Там Где То Как Ты Дивизия После Расформирования Не Сдала Вот Этот Список Она Сдала А Что То Не Сдала Вот Поэтому Надеяться На То Что Прям Вот Все Это Будет Железно Установлено Надеяться Можно Вероятность Не Очень Высок По 857 Полку Точно Надеяться Можно Что Мы Увидим Что То Финансов Может Будь Документ Личный Став Приказ Может Быть По Полку Может Быть Мы Увидим А Очень Часто Было Как Если Он С Дивизии Прибыл Полк Что Значит Из Дивизии Прибыл Полк Это Когда В Полках Выбивали Личный Состав Воевать Было Когда Неким Начинали Подчищать Тилы Это Но Это Не Официальное Название Но Оно Сплошь Рядом Использовалось Подчистить Тилы Что Значит У Боваров Бездовых Обозников Людей Из Штабов Как Считалось Не Сильно Нужных В Штабах Но Чрезвычайно Нужных Передавали Вот Их Всех Собирали И Вместо Стрелков Уже Выбивали Которых Уже Нет Прагали Рудвизор Сделяли По Баталёру Вот И Они Как Обычно Сим Передавали Ну Виндовки У кого Были У кого Нет Чтобы Знали На Будущее Если Взять В среднем Числить Дивизий В 10 тысяч Человек То Оружие Было Тух Тух Семь Они Могли Вот Он Мог Нимить Виндовки Если Он Был Даже В бою Боют Как Раз Дали Кстати Недалеко Человек Пяти Или Шести Виндовку Там Нашли Сохранок Покажется Конечно Есть Нет Никаких Препятствий Для того Что Она Может Точно Так же Как Вероятность Того Что Она Принадлежала Другому Такая Женая Найдена Рядом Найдена Под Ёлкой Под Корнями То Трофей Трофейщики Кто Официально Разминирован Производили Они Не нашли Не увидели Дерни Трофейщики Которые Ходили Металл Собирали Есть Такие Люди Они Прокодили Они Там Прокодили Вот Бойца Одного Нашли Подняли Остальных Не нашли Потому Что Крупных Вещей Не было Мы Приостановились Вот Во-первых Ноги Закрутили Фактически Три Раза Туда А Зацепились За место Ну Раскоп Раскопом Вещи Других Находок Кроме Кружки Лопатки В первый День Когда Третий Раз Пришел Не было Кружки Лопатки Рядом Раскоп Все Это Уже Повод Более Чатно Приходим И уже Щупами Увидите Каждые Там Три Пять Сантиметров Это Довольно Трудоемко Рука Быстро Устает Она Тоже Устает Опять Направо Потом Превращается В Машинальное Движение Когда Можно Разговаривать Там Лес Слушать Там Еще Что-то Делать Там Даже Снимать Можно Оп Рука Настраивается Таким Образом Очень Часто Особенно Людей Сильно Хотящих Что Еще Становится Местник Искать Начало Начинать Вот Такие Осколки Прямо Вот Именно Вот Рядом Пустого Грунка Ну Да Ладно Прокнули Щупок Сначала Нашли Патроны Около Сосны Увидели Взорванные Пал Шел Изнутри Патроны Разорвало Сначала Патроны Горка Потом Тук Тук Потом По-моему У них Было Много Потом После Патронов Одну Из Косточек Значит С Димой Начали Разорвать Подошел Серега Тык Попадает Зеркало Но Не Это Рядышком Скользнул Щуп По стеклу Вот Он Хоп Вытаскивает Зеркало Потом Тенц Пощупал Опять Попал Одним Движением В лазонку Достал Достал Ладно Капсул Ну И Потом Разрывать Что значит Разрывать Закатать Дерн Разрывать Учеркиваю Речь не идет О копке Могил И Очень часто Используют Слово Перезахоронение В подавляющем Большинстве Случаев Это Принципиально Неверные Дернки Их никто Не хоронил Не совсем На поверхности 7-6 лет А здесь Никто Не ходил После Вольф Ходили Ходили Или просто Здесь столько Было Что Чтобы Захоронить Государство Этим Не занималось А Не занималось Почему Это вопрос К ним Да Валерий Можно вас Иван Ну и Самый Щепетильный Момент Вот здесь Андрей Федорович Вот тут Вместе Со вторым Бойцом Можно Посмотреть Хотите Да Наверное Давайте Вы мужики Да Давайте Разворачивайте Извините Что Снимаем Но Это Останется У вас Их двое Здесь Это Все Что От них Осталось Грунт Не всегда Сохраняет Иногда По непонятным Причинам Например Может Сохранить Ребра Не оставить Пальцев Сохранить Пальцы Не оставив Ребер Иногда Позвонки Сохраняются А иногда Уходит Так Словно Их не было Чаще всего Остаются Большие Кости Чаще всего Педра Руки Ой Наши Так Медальон Несешь? Медальон Несешь? Медальон В курсе Уже Несешь? Занесу Да Так Отдай Пойдем Туда Обратно Ведем Внуков Пойдемте Пока светло Покрутим А что так то? Раскроем А что так то? Не Это Игорь Иванович Подняли Бойца Серега Дорожки Нашел Бойца Очень большое Место Разрыли Ну Это Ну Ноги Руки Челюсть То есть Ну Боец Там Надо еще Проходить Большим количеством Чупов Пощупать Так И Ну Еще Ребята Сейчас Пощупают Прямо На этом месте Крутит Вот Не отпускают Прямо Место Еще Будут Парни Там А что Идем То? Что Идем То? Ну Идем Игреваться Я думаю Еще Вернемся Я ведь так И подумал Что мы По дороге Встретимся Я предполагаю Что это Не совсем Правильное Действие Ну Может быть Ну Ты же знаешь Что нам Сегодня Представил Я же Веду Ивана И Валерия На место Так что Тебе там Тебе там Надо быть Медальон Передам Да Вы относите Лагерь Медальон Передайте Ну Пошли Навстречу Покажите Покажите Иван Валерия Вот Серега Сергей Владимирович Который Нашел Медальон Очень приятно Он же Зеркальце Он же Ладанку Это Деда Нашего Да Потом Монетки Достал Доброго Здоровья На долгие Долгие Годы Всего Нашего Ворота Сейчас Нашли Бойца Уже говорили В лагере Нашли Медальон Народ Несет Сейчас Медальон Бойца С того же Места Ну Рядышком Буквально Вот Вот 5 метров Там Или Чуть Больше Может быть Поэтому Давайте В лагере Дите Надеюсь Еще Встретимся Да Вот Мы пойдем Туда Нам надо Сопроводить Внуков На место Ну Соответственно Все Показать Ну Еще Поработать Немного Потом Вернемся Часам К 8 Наверно Чупы У всех Есть А я Таким Не умею Дань Держи 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 Нормальный Щуп Это верховой Щуп Как раз Это мой Щуп Ну Пусть Парни Возьмут Суровый Угрюмый Это мой Щуп Дай Не свой Щуп Нет Это Примета Плохая Передавайте Неплохая Примета Просто Не дам Ну Вроде Когда Ну что Мужики Подошли Мы К месту Гибели Андрея Федоровича Мы Сейчас Пройдем Те Самые 40 45 Метров От Дороги До Места Гибели Которые Не смог Преодолеть Он Он И его Сослуживцы Они К дороге Шли Сюда Да У них Задача Была Прорваться И К Железной Дороге Да Вперед Да Тут Мочежины Есть Переступайте Второго Мужики Трудовики Вот Здесь Вот Тут Андрей Федорович Вот Тут Нашли По патронам В корнях Сосны Вот Этой Сначала Патроны Щупами Щупами Тындындын И Вот Здесь Вот Первая Косточка Вот Потом Подошел Серега В этом Месте Вот Тут Зеркальце Ладанка И тут Же Медальон Все Стало Ясно Понятно Еще После Косточки Там Около Вот Похоже Его Ремень Да Да Не похоже Его Ремень Есть Он Оттуда С той Стороны Сосны Взят А Ошибся Вот Собственно Горя После Войны Она За счет Него Она За счет Него Взошла Второй Боец Второй Боец Был Найден Вместе С ним Он На Этом Вот Так Вот Так Вот Вот Так И Андрей Фёдорович Вот Так Медальон Был Второй Здесь Найден Вот Я С С Этой Страны В этом Месте Был Найден Второй Ушедший Да Ну Есть Предположение У меня Например Версия Что Возможно Он Был ранен Но Это Был Все Так Земля Которая Подков Страшно Они Рядом Ну Вот Может Ваш Дед Которому Может Товарищ Подковал Потому Что Он Так Располагался Или Взрывом Одного На Других Да Вот Ребята Сказали Что Может Может Вторым Взрывом Второго На Крылья Он Упал Рядом Теоретически Такое Возможно Я Лично Почему То Думаю Когда Письмо Рассказал Послушали Что Что Я Сильно Верю Вот Именно В Это Да Два Бойца Без Опознавательных Знаков Там Ничего При Найден Не Был Но Благодаря Не знаю Забрали Или Нет Благодаря Вот Этой Лопатке Вот Лопатка И Этой Кружки Собственно Говоря Мы Зацепились Вообще За Это Место Помните Я Рассказывал Третий Раз Закрутил Я Начал Более Тщательно Подробно Ходить 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 И Вот Лопатка И Потом На Минник Вот Эту Кружку И Потом Мы Пришли Сюда Толпой Ну И Дело Пошло Первый Который С котелком Микола Вот Там Вот А тот Расскоп Старый На который Меня Два раза Выводило Пойдемте Покажу А здесь Получается Вот Здесь Боец И Там Боец Вот Тут Никого Не Было Там Только Метал Как Действительно Часто Получается Пять Человек Семь Восемь 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 Уже Восемь Вот Сюда Меня Два Раза Выводило Вот Сюда На Это Место Меня Выводило Смотрите Вот Старый Расскоп Засыпанный Листвой И Хвоей Под Ёлкой Долго Не затягивает Углубление И Поэтому Здесь Неизвестно И Три Пять И Семь Лет Назад Мог Быть Расскоп Вот Они Сложили Вещички Лопатки Мы Уже Добавили С округи Здесь Был Котелок Лопатка Противогаз И Хвост И По Мому Патроны Вот Меня Два Раз Сюда Выводило Первый Раз К дороге Второй Раз Сюда И Третий Раз Сюда Тот Котелок С Надписью Микола Все Стало Понятно Ясно Что Надо Приходить Сюда И Вот Мы Наутро Приходим Сюда С Большим Количеством Людей Начинаем От Миколы От Котелка И Пошли 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 И В конечном Итоге Находим Андрея Федоровича Да Это Окончание Ленты Заправочный Конец Здесь По всей Видимости Пулеметная Рота Наступала Потому Что И там Пулеметная Лента Найдена И там Остатки Ну А Стало Быть Пулеметная Рота В каждом Батальоне Была Своя Пулеметная Рота Три Стрелковых Одна Минометная Одна Пулеметная И получается Что их все Здесь положили В одно Время Практически А вот Эта История Умалчивает Нюанс В чем Значит 857 Полк Шел Как принято Говорить В военных Документах Уступом Вслед за 861 То есть 861 Навалился На это Место Потерял Народ Следом За ним Был Введен 857 Которым Служил Дед По 861 Полку Мы еще Ни одного Человека Не нашли Так чтобы Его установить Принадлежность То есть Имя И принадлежность Установили Только Деда Когда подняли Документы Полка Все стало Ясно Они были Введены Вторым Эшелоном 857 Полк Деда Кто 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 Боец Или Вот Тот Или Вот Тот Может С 861 А Может С 857 Пока Не Зацепились За Имя Которое Позволит Определить Принадлежность К полку Остается Только Утверждать Что Это 294 Стрелковая Дивизия А какой Полк Пока Не знаем Только Знаем Полк Деда И Все Здесь Уже Четыре Их Собрано Была Одна Ну То Есть Наши Собрались Конечно Можно Да Часть Котла Вот Такая Убитая Получается А копаться Тут Вообще Никто Не Их Ормолы Да Их Окопа Вот Там Где То Да Здесь Небольшой Наш Опорничек Небольшой Островочек В Болочице Местности Здесь Метрах В двухстах Пятидесяти Есть Ихли Да Или снаряды Предположительно Да Потому Что Ну А сейчас Если Пройтись Чуть Не У каждой Ёлки Будет Хвост Который Нами Уже Вытащен Из Грунта Посредством Металлоискателя Немец Да А это противогаз У него Возможно И остались Вот эти Металлические Вещи Из-за того Что этот Боец Лежал Под елками Под деревьями А остальные Посмотрите Вот там Особенно Где Андрей Федорович Там вообще Все наверху Поэтому Весь металл Собран Поэтому Там У него Из металлического Остались Только Патроны Монеты И ладонка Не захотели Люди Нагибаться Да Да И наверное Минников Не было Чтобы Быть Осталась потому что несколько десятков лет назад да не раз действительно скорее всего лето тут если сухое тут доброхода во первых много во вторых стекла много от того же стекла если в сухое лето пучок образуется отраженный все и загорится конечно все будет мы уже продублировали в двух местах это все помимо этого телефона еще в двух местах так что всякое не должно пропасть здесь вот лежал вот под корней вот эту темную землю да это вот точно точно бывшая плоть прадед наш дал нам жизнь всем сейчас нас около 60 или 70 потомков его знаете еще что чуть отойдя мы тоже отойдем сосну снимите в рост а серега в момент обнаружения не снял по простой причине эти моменты непредсказуемы диму и тогда снял фактически тоже уже готов был нажать палец на стоп потому что ну как бы снимал сюжете к он как бы закончился палец уже готов был нажать потом что-то что-то остановило и тут дима опа ну а серегу не словил необходимо сказать что мы достаточно щепетильно то есть как положено относимся к тому чтобы определять кто есть кто что и что но тут общим консилиумом рассудили что ну 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 не как их вот вдвоем вот чё куда отдать что одного в одну могилу за 3000 километров а другого другую а это это не его вдруг поэтому речь пошла двоих сразу и что там и вот валенок вот вы видели вот это давайте вот может быть и кто же вот по шерсти то как раз актуально будет так и считали все погиб на ладошском озере и 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 как и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...